С вами Арбелин, это StarLadder TV, пресс-сезон про серии. Очень много вопросов в чате, что же это такое, друзья. Я ссылочку скинул, там подробно описано, что же это всё-таки за мероприятие. Ну а мы с вами имеем возможность наблюдать сегодня за играми, очень интересными играми. Две группы у нас. Группа А, которая транслируется на StarLadder 3, и группа Б, которая транслируется на StarLadder 1, ну и у нас на StarLadder 4. Что ж, собственно говоря, на ваших экранах пика баны двух команд. Станга играет против команды Чапа, Станга играет за Дайров, за Радиентов у нас Чапа. По банам, в принципе, довольно-таки всё дефолтно. SF, Лишрак, Вайпер, Брист, Висп, Стинни, комбинашка такая неплохая. Клокверк залетает у Станги. Ну а что касается Чапы, опять же, дефолтная Дайинг в бан улетел, дефолтная Квапа, никто не хочет играть против этих героев. Ну или он с Вичдоктором. Бестмастер, Виверна и Дезраптор в пике. Ну и четвёртый пик, сейчас посмотрим, что же всё-таки будут пикать. Ну вот он, Джаггернаут. Довольно неплохой герой. Мы с вами вчера уже имели возможность наблюдать того самого Джаггернаута у команды Ламмерс, группа Д, Старладер 3. Вторая игра вчерашнего дня. Играли там Ламмерсы против GLN и там как раз-таки был у Ламмерсов Джаггернаут. И знаете, не совсем мне показалось, что Джаггернаут это нужный и хороший пик. Но, как оказалось, этого героя можно брать в нынешней мете и даже нужно брать. Отлично он заходит, скажем, под нынешнюю сложившуюся ситуацию на карте. Кстати, хороший набор саппортов также имеется у Чапы. Правда, Виверна, она и саппорт клёвый, и дизейблер клёвый. То есть, если Дизраптор, в принципе, только дизейблит... Ну, подсейвить он тоже может, конечно, да, безусловно. То есть, ладно, не буду я эту мысль дальше развивать. В общем-то, Виверна и Дизраптор отличная, отличная заготовочка для Джаггернаута. Будет ему очень удобно разбираться с своими соперниками путём умни слэша. Ну, а Бистмастер будет выполнять роль такого и такого инициатора, либо сплитпушера. Ну, пока даггер не появится, понятное дело, что никакой инициации не будет, будет просто сплитить. Рубик залетает у нас у Станги. Ну, в принципе, Рубик это полезный здесь герой будет. Потому что есть что воровать, есть Виверна, есть Дизраптор, да, мы прекрасно понимаем, что можно тут наворовать скиллов. Ну, и плюс позиционирования на карте, конечно, можно кого-то будет телекинезом поднимать на Тинни, на Клокверка, с Клокверком как-то совмещать приятно с полезным. Ну, вопрос только один. Тинни с Виспом идут в мид, кого возьмут в лёгкую? В лёгкую нужно брать какого-то сильного героя, который будет способен стоять против Бистмастера без особых потерь. Потому что Бистмастер с помощью своих топоров может, на самом деле, загнать абсолютно любого. И действительно, вот, Блудсикер неспроста улетает в бан, потому что Блудсикер, в принципе, неплохо чувствует. Он вешает на себя рейдж и спокойненько лайфстилится об крипов. То есть, вот, Блудсикера один на один с ним очень сложно стоять, особенно если там есть топорик и, там, Пурман Шилд, то бесполезно что-либо делать такому Блудсикеру, он будет себя чувствовать на линии получше. Ну, я имею ввиду, если стоят, естественно, милишные герои против него, потому что ранжевые, но тот же снайпер, мы понимаем, что он может просто головошотами очень сильно настрелять. И если Блудсикер ошибётся, подойдёт ближе, чем нужно, то он рискует просто уже не уйти. Особенно по трейджам он будет получать больше урона и, соответственно, будет ему не совсем приятно. Друзья, ссылочка в чате, читайте, там написано про анонс про сезон. Ну, вкратце, StarLadderTV представляет второй межсезонный турнир Preseason среди команд ProDivision. Четыре лучшие команды отправляются в Star Preseason, где будут разыгрывать путёвку в Star Series сезон 13. Вот, в принципе, краткий такой анонсик, процитировал я вам. Ну, а дальнейшая информация есть вот по ссылочке в чат, ещё раз скидываю. Можете прочитать всю интересующую вас информацию. Ну, что же, Магнус, это отличная заготовка от Чапы. Почему заготовка? Потому что уже много раз я видел этот пик, Джиггернаут, Магнус, именно от Чапы. И именно, вот, показывали они реализацию этого пика. Ну, Джиггернаут здесь будет выступать в роли Фармилы, причём Фармилы такой, который может бегать на 40-й минуте со статистикой 0-0-1. К примеру, ну, именно такой матч я и комментировал у Чапы, когда они показали отличнейший камбэк с Джиггернаутом и Магнусом. Вот, Джиггернаут нафармился, Магнус вешает на него пауа и начинается просто жесть. Творится, Джиггернаут отрывает огромные куски от своих соперников. Ну, давайте посмотрим на ситуацию так. У Джиггернаута есть встроенная БКБ, соответственно, с прокаста Тиннику будет очень тяжело его забирать. Никто не отрицает, конечно, что можно ворваться на Джиггернаута и попытаться его забрать. Вот, кстати, у того самого Джиггернаута и проблема, не может он прогрузиться. Мы, кстати, с вами можем посмотреть... Нет, или не можем с вами посмотреть. Да, сейчас ещё пока не можем. Сеточка ещё не готова. Сейчас я постараюсь её для вас оформить. Возьмём группу Б сразу, чтобы было удобнее понимать, что именно мы сегодня будем с вами смотреть. Так, ну что же... По-моему, всё готово. Да. Вот, собственно говоря, стартовали уже матчи. Так. У нас там игра началась, поэтому досмотрим попозже немножечко сеточку. Я думал, пауза продлится чуть больше обычного, но, к сожалению, или к счастью, игра стартовала. Итак, команда Чапа сыграет за сторону Радиант. Норд сыграет на Дезрапторе. Саша Акаши сыграет на Джиггернауте. Лейси сыграет на Виверни. Джестер сыграет на Магнусе. Ну и товарищ Никорилл сыграет на Бесмастере. Ну, вот такой вот у них выбор. По ролям распределился на сегодня. Потому что вчера они немножко другими ролями играли. Ладно, Херри сыграет на Виспе, Миги сыграет на Рубике, Кинг сыграет на Тине, Крис сыграет на Клакверке и Бакемоно сыграет на Шторм Спирити. Это команда Станга. Ну и, друзья, всю интересующую вас информацию по командам, по их статистике я могу вам показать в перерыве. Ну, или если у вас нет времени или желания ждать до перерыва, то вы, в принципе, можете сами это сделать, набрав в вашей адресной строке в браузере dota2.starluder.tv. На сайте выберите раздел Лиги, вернее, раздел Лига. И выберите Лигу Про. Там есть выбор Стар серия, Про, Семи. Вам нужно именно Про. И там у вас автоматически уже будет то, что сейчас происходит, собственно говоря, пресс-сезон. Итак, наблюдаем, смотрим, что здесь происходит. Баунти забирает здесь Тине. Странно, что Тине, а не Висп. Ну, ладно. Обычно поступают немножко по-другому. Ну, вот решили мидера забрать себе баунти руну. Магнус тоже себе также забирает баунти руну. Есть у него две веточки. Будет у него фастботтл. Ну, знаете, фастботтл это тоже такое. Одно дело, когда у тебя там есть уже и тапок, и то, и... Ладно. Как-то вот перемудрились. Сделали бы боттл подешевле, было бы, мне кажется, немножко побаланснее. Ну, опять же, не для всех героев. Потому что есть такие герои, которые уже с первого левела, если у них появится боттл, то это будет дисбалансно. Так что, тоже спорно. Ладно, начинаем мы смотреть потихонечку на доту. Смотрим с вами на лайнапы. Здесь шторм будет стоять. Интересный такой у Рубика сет. Прям с шадоу-шаманом мне хочется его перепутать. Ой, не шадоу-шаманом, а... С шаманом мне, короче, хочется его перепутать. С растой. Ну, наполучал здесь, конечно, миги. Очень сильно от кабана. В миде здесь, в принципе, дабл мид против Магнуса. Ну, и здесь, вот, в оффлейне Клокверк стоит против Триплы. Ну, тут Трипла такая. Тут, конечно, Клокверку вообще подходить близко не рекомендуется, потому что, ну... Не отпустят просто. Саша Акаша сразу себе вкачивает Хилинг Вард. Правильно, в принципе, делает. На всякий случай, вдруг получится сыграть через Фаст Пуш. Потому что Клоквер, как вы видите, здесь очень сильно терпит. И рано или поздно он поймет, что ему пора уходить уже куда-то. Пытаться где-то ставить свои Коги. И с батарейками кого-то пытаться собирать. В принципе, не так уж много. И нужно Аквилка, Фейзы на Фрифарме. Это все быстро фармится. И можно уже сносить будет Тавр под Хилинг Вардом. Так, ну что, Виспут достается Баунти. Клок забирает ДД. На удивление, не успел законтролить здесь саппорт команды Чапа. Лейси мимо проходил. Ну, вот, вернее, не проходил, а пролетал. Ставятся здесь оборонительные Коги. Ну, и давайте по левелу посмотрим, что происходит сейчас на карте. У Клокверк второй, и Бесмастер также второй. То есть, пока что все ровненько. Но вот Магнус вырывается вперед. Четвертый левел у него. Здесь пытается гонгировать Лейси. Но ничего из этого путного пока что не получается. Отпевается и Тинни с Виспом. Опять почти что фоловый. И продолжает стоять на своей мид-линии. Ну, вот, Харри принимает решение пойти постакать. В принципе, это правильно. Здесь деревья сорваны. Специально можно постакать. Кинг откидывается Авалэншем. Прогоняет отсюда подальше Магнуса. Тут вот погоня-погоня была за Никориллом. Но он успевает благополучно уйти отсюда. Отпевается фласочкой. Так, ну а что же внизу? Тут решили напасть на Клокверка. Он подрубает батарейки. Понимает, что сейчас может заработать халявный фраг на Норте. Но Норт, ну Норт. Отпевается флаской. И в итоге Крис перебаковал. И вот сейчас, мне кажется... Да, еле-еле еще и ушел. Мог бы и не уйти. Могло бы случиться и так. Так, не совсем понятно, что здесь делает Шторм. Почему именно так решили поставить? Почему нельзя было вот сюда Шторма поставить? Как-то попытаться оффлейн-ноффлейн поменять? Ну, в общем, вы поняли, что Клокверк пойдет в легкую. Стоять. А здесь попробовали как-то соревноваться. Ну ладно. Против Триплы, конечно, тяжело. Решили Клокверка только ограничить. Ну вот, Клокверк, в принципе, и погибает первый раз. Пытался еще Норта за собой потащить, но нет. И Ферст Блат достается в команде Чапа, забирает его Дизраптор. Ну, правильно все делают. Например, тот же Феникс, который через Метас. Понятно, речь не о таких оффлейнерах. Речь о таких, как, допустим, Воид, который в основном Клокверк, который в основном терпит. Ну, Воид, это я прям совсем уже загнул. Это давно, наверное, забытый уже оффлейнер. Вот, Кентавра можно вспомнить, например. Да, Кентавр неплохо фармит, но никто не будет ставить тебе Кентавра, чтобы он хорошо фармил. Обязательно найдут героя, который контрпикнет. Ну, и счет 1-1. На топе Шторм все-таки забирает через... Кстати, мне казалось, что Вортекс у него и есть, но нет. Тут, кстати, Кремнант был и пассивочка в троечку. Очень много дэмджа. Плюс, понятное дело, есть Телекинез с Фейтболтом и просто не выживает здесь. Оффлейнер команды Чапа. Вот он, Аваленш, вот он, Тос. Ну, вот, Кинг очень сильно рискует. Может он здесь погибнуть. Но Лейси тут не совсем правильно кликает. А, у него нет просто скиллов. Вот, вот теперь все правильно он делает. Забрали Виспа, но вот разменять саппорта на саппорт это не совсем то, что нужно было команде. Вот, выход на Кинга с двух сторон. Хороший Шоквейв. Миги пришел не вовремя. Фейтболт. И его вообще глимсанули обратно. Только непонятно куда. На топ. Да, на топ. Ну, в принципе, облегчили ему в чем-то задачу. Вот Норд пытается от Абрашана умереть, но нет. Тут тайминговая ракетка от Криза. И это фраг. Ну, такие серии фрагов нельзя назвать, что это прям совсем экшен на карте происходит. Просто команды прощупывают пока что друг друга, проверяют, можно ли наглить или не стоит наглить. Так, ну, в Райс Бэнд почти что готов уже у Джаггернаута. Хочет он сразу себе Аквилу принести. Вот они, два саппорта команды Чапа. Собрались здесь дружно. Ну и отправляется на бот. Попробовать опять, наверное, подцепить Клокверка. Потому что Клокверк наполучал все-таки экспы. Пока стоял здесь один на один. У него уже имеется один фраг на своем счету. Всего лишь один раз умер. Странно, я думал, будут стараться агрессировать именно в сторону Клокверка. Ну, потому что особых действий пока саппорты не сделали. Ну да, помогли один раз убить Тиня. Один раз убили Виспа. Ну, не знаю. Вот могли бы просто здесь больше агрессии делать. Да, вот так, постоянно по откату можно было бы убивать Кризы. И у него сейчас был бы, ну, далеко не шестой левел. У него почти что шестой левел. У него был бы левел третий, четвертый. Но явно не шестой. И не было бы у него, возможно, даже сапожка. А так, вот видите, его подпустили немножечко и подрасслабился. Ну, здесь, в принципе, у Бисмастера почти такая же ситуация. У него есть сапог, есть стики. Его, правда, сейчас второй раз уже убили. Как, в принципе, и Клокверка. Но только у Биста нету фрага. Не вовремя сюда, как верно, прилетело. Ничем помочь Лейси не смог своему тиммейту. И, к сожалению, для команды Чапа это фраг. В пользу команды Станго. Ну, и тем временем, смотрите, работает все-таки та стратегия, которую я сказал еще на стадии пика банов. Вот он, Джиггернаут, который фармится. Ему никто не мешает. Абсолютно никто не мешает. Понятно, что кто-то скажет, что здесь Тинни тоже фармит, но Тинни здесь немного другую роль будет исполнять. Это вот тот самый Тинни, который будет агрессировать, куда-то за спину влетать. А Джиггернаут просто идет в драку и убивает. Вот в чем разница. То есть Тинни, ну, нет такого понятия, что Тинни вот может просто райдкликнуть, как Джиггернаут, и побежать кого-то убить. У Тинни должен всегда присутствовать эффект неожиданности. То есть, если это Соло Тинни, как вчера это было, покупался Даггер, но, правда, Чапы его все равно не так реализовывали. Мне не совсем было понятно некоторые действия. Ну, ладно. В очередной раз здесь встриет Бисмастер. Очень много дэмэджа сейчас вытанковывает, на самом деле, Багемона, но его глимсуют и сейчас убьют. Да, маны тут уже не хватает, ну, да, это уже смерть. Рубик тут украл шоквейв четвертого левела. Кстати, неплохо. Можно вот так очень хорошо всех продамажить. Все стиками отъелись. Ну, я бы не советовал Рубику, на самом деле, так близко подходить. Да, есть скрипы, но вот шоквейвом их можно подфармить. Вот тут бегает уже Клокверк шестого левела. Готов врываться. Вот он, Норд. Ну, вот, нашли Клокверка. Ну, Клокверк, жирновастенький герой. Может уйти вот так на хукшоте. Пытается его замедлить. Ну, не в ту сторону он хукшот давал. Но нет, все-таки ушел. Все-таки ушел, потому что здесь более сладкая цель. Для Магнуса, для Джиггернаута. Вот он, тот самый Эмпауэр. Но только на таких левелах этот Эмпауэр не сильно много дает. Ну, по сравнению с Лейтом. Потому что Дота это такая вообще процентная вещь. То есть, видите, базовый урон повыше на 20%. Понятное дело, что белый урон ближе к Лейту не сильно изменится. Но все равно он будет побольше, чем сейчас. И более ощутим. Здесь фраг очередной на Бейсмастере. Пытается выжить здесь Крис. Рубик блочит. Ну и да, выживает здесь Крис. Хорошая игра, опять же, от Станги. Тавр упал в миду. Ребята из Чапы все-таки подразрушили его. Но здесь уже сплит пушит Багемона на Шторме. Видит он поддержку со стороны Тини и Веспа. Но релокейта у них пока что нету. Они его уже использовали. Урна появляется у Дезераптора. Кстати, неплохо оделся. 1-1-3 у него. Достаточно хорошо себя сейчас позиционирует на карте. Джиггернаут уже летит ММО. Да, летит ММО. Есть у него Морбит Маска, Рецепт сейчас прилетит. Ну вот, в принципе, 11-12 минута. Как я приблизительно и предполагал. Странно, что у меня были открыты нетворцы. Ошибся клавиши, друзья. Бывает такое. Как я и предполагал, начнется пуш со стороны Джиггернаута. И самое смешное, что сейчас придут дефать и будут дальше фидонить этого Джиггернаута. Помимо того, что Джиггернаут хорошо фармит, его еще и кормят. Когда пытаются отпушить, думают, что здесь он один. А здесь вот на минуточку просто 4 пацана стоит. Вот в смоках стоит Джестер, который готов рываться. У него уже есть даггер. Он просто может ворваться с РП и дать изи. Изи фраги просто сейчас для Саши Акаши. Вот пацан, допустим, Клокверк. Подумает о себе слишком много и ворвется. Ворвется, начнет пытаться как-то прогнать. Ну, видит двоих, да, там думают, ну, трое. А тут на самом деле четверо. И вот один вообще здесь стоит. Это такой сплитпушинг, понятно. Пытаются сейчас забрать на самом деле Кинга. Очень неплохо играют. Ультимейт полетел в Виспа. Глимсуют Кинга. И Кинг сейчас должен погибать. И даблкил для Виверны. Там, правда, Магнус очень сильно задержался надолго. Его здесь нашли, убили и не простили. Ну, вот этот Джиггернаут, который, в принципе, не дерется. Ну, как не дерется? То есть фрагов-то особо он и не делает. У него 1-0-2 из 7 фрагов. То есть нельзя сказать, что это какой-то активный герой. То есть бывает на такой минуте уже герои, которые имеют там по 5-6 фрагов. А это просто такой фармящий герой, который очень сильно пушит, очень сильно помогает своей команде. И в то же время, вот посмотрите просто на его количество дэмэджа, которое он вносит за драку. Вот будет файт-рекап, я обязательно вам покажу. Если Джиггернаута вот особо не контролировать в драке, он внесет очень много дэмэджа. Под этим вот Момом покрутится еще в своем Блэйд Фьюри, под Момчиком. Там еще появится Яша какая-нибудь, и там будет очень много дэмэджа. Вот, конечно, под прокасты такие подставляться нельзя, потому что еще не настолько толстенькие. Глимсует, статик шторм, кинетик филд и Харри сбривает. Но Дизраптор, я уже говорил где-то, что Дизраптор отлично контрит. Вчера даже говорил, что он отлично контрит Виспа. Но тут проблемка небольшая у Чапы, то что они по сути размениваются вот до такой степени. Они хотят игру превратить в побегушки на разные стороны. Шторму надо дальше, дальше агрессировать. Видят здесь четырех пацанов, должны понимать, что Шторму с Рубиком могут здесь засплитить дальше. Зачем здесь вот сейчас воровать чужой лес, мне не совсем понятно. Ну, ладно. Может быть он хочет доформить себе злосчастный Орчет, не знаю. Вот здесь тем временем падает Т-2 и вот спокойно разбирается с Т-2. Не приложив каких-либо усилий, здесь Шадоу Амулет у Виверны. И смещается в итоге по разным лайнам. Бежит уже под мумчиком, под фейзами. И это да, это необычный Джиггернаут. Заметьте сборку, это Gloves of Haze с Митралхаммером, то есть это будет Мелшторм. То есть это Джиггернаут мега-быстрый. В прошлый раз, кстати, тоже я отметил, что собирали именно Мелшторм Чапы. Но каждая команда показывает героя по-разному, поэтому все сборки интересно посмотреть. Криза нашли и Криза сейчас Глемса, ну да. Ну и опять изи фраг. Понимаете, просто в чем проблема у команды Станго? В принципе, пик у них неплохой. Да, он упирается в определенных героев. До сих пор ты один на топе стоит и ничего с ним не сделали. Вот он Магнус. Здесь просто его подняли, сразу джестер вообще ничего не успевает сделать. Саша Акаша моментально разритовывается, потом не слэшем. В Blade Fury крутится погоня за Миги. Тут еще Шоквейв, но Миги тут уже вряд ли уйдет. Еще от Мансил, кстати, неплохо джестер от ответного Шоквейва. Здесь еще Кинг, но это провал, по-моему, от Станги. Посыпались катастрофически. Сделали один какой-то несчастный фраг на Бисмастере. Вот здесь сделал его Шторм, но потерять стольких в размен на Бисмастера это не совсем правильно. Так вот, проблема с Танги в том, что их пик упирается в тени, да, но тени нужен фарм. Вот мы видим, что у него пока нет аганима, они особо и летать и не хотят, потому что дэмиджа не так много, как хотелось бы. Шторм здесь выступает в роли какой-то Queen of Pain, да, только вот ультимейт у него не такой полезный, не такой классный, как у Queen of Pain. Он дэмиджа меньше вносит. В плане дэмиджа, понятное дело. В плане мобильности Шторм вообще самый крутой герой в доте. Вот. А у Чапы все очень просто. Ходит вот этот паренек, если он качается, то пацаны где-то держатся рядом, чтобы, если что, не дай бог, подсейвить его. А если этот паренек пошел пушить, то они просто в спине стоят и, опять же, прикрывают его. А драться с этим паренеком один на один вообще невозможно, потому что мы видели только что. Виверна там ловит, или Диздраптор ловит в свою ловушку, и просто подходит Джекернаут и разрубает напополам. Ну вот они, Смака, и это будет, скорее всего, попытка зайти вот сюда. Вот. Единственное, что сейчас может клево получиться, но не получится. Не получится. Я думаю, тут уже аганим есть в тине. Чекнут они вот, что здесь происходит. Залететь, Авалэндж. Под аганимом побить Джекернаута. Там еще, может, Клокверк влететь. Рубик. Ну, Шторм полетать может. Ну, то есть, вариантов много было бы подраться. Но, к сожалению, нет еще аганима, соответственно, вряд ли пойдут. Хотя, смотрите, пошли, вроде что-то услышали, увидели даже. Вы посмотрите. Увидели даже, что здесь что-то не так, что-то неладно, и решили проверить. Ну, а по вижену мы видим то, что у команды Станго вот такой вот вижен. Но у команды Чапа вот такой вижен. Лейси ставит Центришник, пытается найти, но не хватает Рэнджи. Не хватает Рэнджи, Шторма здесь закрывают, убивают. Моментальный фраг делается через Кинетик Филд и Статик Шторм. Где-то там Клокверк влетел. Еще непонятно, кто на кого влетел. Тем временем, смотрите, неплохо справляются с Т1 Тауэром на 20-й минуте. Ребята из Танги, Тини с Веспом решили пойти и все-таки разобраться раз и навсегда. Ну и могут сейчас Т2 на самом деле запушить и разменять на Рошана. Ну, как минимум, это было бы выгодно для них. Но не стоит забывать о том, что здесь под Сейф ТП есть. А под Сейф ТП почти у всех. Да, тут почти у всех. И Кризи тут еще сейчас погибнет. Без шансов. Миги там пытаются что-то воровать. Но вот пока ничего полезного он на самом деле не ворует. Его сейчас еще и глимсанут и точно так же будут пытаться убивать. Пытается он телекинезом откидываться. Откидывается не совсем точно, но тут и Кинетик Филд не совсем точный был. Ну окей, есть Аганим, есть Аганим у Тини. Ну вот, что дальше? Надо пытаться как-то... Ну вот, на Релокейте влетают. Тут сразу Кинетик Филд, Авалэн, Штос. Заковыряли Бесмастера. Бесмастер просто топ-фит у команды Чапа. Правда. Пусть ребята не обижаются, но так оно и есть. Норта пытаются сейвить. Поднимает в телекинез. Норта нужно убивать. Клокер влетает моментально, потом не слэш подставляется. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Надо убивать Сашу Акашу. Да, убили, а Егис выронил он. И Штормул, что, 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 что Шторм здесь забыл? Надо убегать. Опять же, драка, знаете, по ощущениям, все-таки в пользу. Да, да и по золоту она 100% в пользу команд Чапа. По опыту и по золоту. Вот это проблема многих команд. Они пикают вроде бы интересную задумку, но немножко неправильно играют. То есть, если ты пикаешь Тини с Виспом, то надо брать такой пик, который может развлекать всю вражескую команду. Да, взяли Шторма. Очень клёвый герой, очень мобильный герой. Но он ещё не такой жирный для того, чтобы, там, брать просто вот так в наглую подлетать. Понятное дело, когда 6-ти слотовый Шторм, там, с Аегисом, с Блудстоуном, с дофигища, там, зарядов у него в Блудстоуне, там, да, он может летать вот так просто по КД. Да даже хорошо, без Аегиса. Пусть даже БКБ банальная просто, да, когда есть у этого Шторма, он может просто летать и мешать противнику, да, вот, постоянно. Вот ты здесь стоишь, пушишь, влетел Шторм, поставил Ремнант, продамажил Крипов, улетел, влетел опять, поставил, убил пачку Крипов. Ты стоишь, ждёшь другую пачку Крипов. То есть, ну, по такой технологии можно было бы играть, пока Тини фармится. А здесь же мы пока видим полное фиаско со стороны команды Станго, в том плане, что они дали очень много времени этому Джиггернауту, ни разу его не попытались как-то убить, у него 6-0-4. Из 16 фрагов, сделанных командой Чапа, в 10 он участвовал, это хорошая статистика для Керри. Ну вот, в начале стрима вы могли слышать, что я сказал, что обычно у Чапа не такой Джиггернаут, но вот, видимо, они подкрутили немножко шестерёночки, гаечки в своей команде, и вот теперь Джиггернаут не только у них фармит, но также и участвует в массовых драках, в массовых мероприятиях. Ну вот он, Висп, абсолютно пока мне не нравится этот Висп, и Тини, в принципе, 2 300, Гиперстоу, ну вот уже у него не 2 300, можно так сказать, потому что его сейчас просто убьют на барабанах куда-то уходить. Это вообще бесполезная затея, да, это фраг. Ну вот у него 2 000 осталось, хватит на Гиперстоун какой-нибудь. Но здесь не Гиперстоун надо, это понятное дело, здесь надо БКБ, ну вот, посмотрим, что же всё-таки выберет. К локверку надо Блэдмейл обязательно, потому что против Джиггернаута это топчик, ну хотя, как сказать топчик, здесь слишком много хила, тут мека вообще должна была, по идее, какая-то появляться. Ну, тут есть лучше, чем мека, это Климеров Кейп, можно всегда подсевить. Вот он Блэдстоун на 24-й минуте, когда падает Т3 у команды Станго. Ну, выглядит это как минимум не совсем серьёзно, то есть вот, как бы, уровень команд, по идее, равный, ну, а вот, ну, это в теории. А на практике мы видим, что, ну, немножко вот по-разному играют. Вот он АРП от Магнуса, ну, вот, всё, всё. Что здесь делать дальше, непонятно, Клокверк сразу байбэкается, милишный барак упал, ранжевой остался, но это вообще абсолютно никого не колышет, пытается на ТП-аутах уходить, Норд уйдёт, причём, да, хотя ВЛН ж не в КД, здесь ещё и Лейси уйдёт, но нет, Лейси вот не ушёл, спрятался, правда, в Глимер Кейп, но будет пытаться об Энчитов умереть, но нет, здесь слишком много дэмэджа, там Терекинез и ТОС, и вот, вот уже всё слишком плохо. Ну и, в принципе, по Нетворсам, 14 тысяч Джиггернаута, 12 тысяч у Шторма, 10 700 у Тини, вроде бы Нетворсы равные, а количество дэмэджа и полезности для команд совершенно разное, 7500 по золоту ведёт Чапа, и 3000 по опту. Да нет, у Станги не то, чтобы пик плохой, просто, блин, ну, Тини с Виспом это клёвая комба, она заезжает, но просто не с такой периодичностью, как хотелось бы, вот, Тини Виспа пикером. Проблема в другом, то, что есть вот такой Джиггернаут, есть два отличных дизейблера. Вот в чём проблема, то есть, прошу прощения за камеру, есть два отличных дизейблера, которые полностью помогают вот такому Джиггернауту комфортно себя чувствовать на карте. Посмотрите на Норта, и вот, ну, где-то здесь Лейси убежал уже, да, Лейси в миде. Ладно, тут пока что хватает даже одного Норта. Тут есть вот поддержка у тебя и Бесмастер, и Магнус. Всё у них хорошо. Ну, здесь Т2 сплитпушат. Сплитпушат, сплитпушат. Вот Шторму хорошо, он может вот так улететь, от Блудстоуна с девятью зарядами отрегенится, а вот Рубик так уже сделать не сможет. Ну, вот, пошёл наглеть. Ну, а куда наглеть? Надо уже уходить. Стики и пытается убежать, пытается убежать, юзает реген. А, у него есть реген, вот почему он так наглел. Ну, и, в принципе, отсюда уходит. Так вот, Жаггернауту нечего бояться, ёлки-палки у него 805, у него топовый Нетворс на карте, 14 штук. Следом идёт Шторм. У него отличные артефакты, он купил себе Игл Сонг, это выход в бабочку. Блин, ну, я не знаю, что ему тут бояться. Он может сейчас просто подойти и убить Виспа. Вот спокойно может подойти и убить Виспа. Есть поддержка с помощью Дизраптора. Это сделать вполне можно. Смотрим, ворвались на Бисмастера, но Бисмастер это топ-фит, забейте. То есть, ну, вот тут под БКБ уже Джаггернаут, у него ещё и БКБ есть, как-то это совсем я проглядел. Он не слэш, правда, в никуда был. Ну, здесь поймали Виспа, потому что его просто глимпсонули и под Статик Штормом, точнее, не глимпсонули, а он вернулся просто один. Вот, да. И под Статик Штормом с Кинетик Филдом он просто умер. Ну, у Дизраптора появляется Аганим сразу. То есть, ну, вот, вот просто сравнение саппортов. Даггер есть у Виверны, но теперь давайте сравним этих саппортов. Ну, есть, да, окей, у Виспа есть Госсептор против Джиггернаута. Клёво. Молодец. Здесь только Арканы и вот-вот на подходе Даггер. Нет, ну, в принципе, саппорты даже и по Нетворсам сыграли вроде бы, вроде бы неплохо, да, 4300 и 3600, но посмотрите просто здесь теперь Нетворсы. По 7000. То есть, разница в 3 косаря это, грубо говоря, тот же Даггер и ещё там 1000 голдыти остаётся, чтобы тапок в Арканы передануть. Вот тебе и простая математика. А если брать совсем, уж, то это почти что Мека. Если брать совсем уж такие вот расчёты правильные и точные. Здесь Форстав и почти что БКБ. Вот она проблема тени Виспа пикеров. Тут дело не в мобильности, не в слабее пике, не в сильнее пике. То есть, ну, пик, по дефолту у пика не может быть слабым или сильным. Можно сыграть, допустим, таким бомжатским, извините меня за выражение пиком и тебе все похлопают плодуши и скажут, что ты клёво показал, как можно играть в доту. Посмотрите китайскую доту, там иногда такими героями выигрывают доту, что страшно просто смотреть. мне нравится пик станги, но еще раз говорю, я не могу сказать, что таким пиком можно выиграть пик чапа. Вот так можно сказать. Так вот, и играя именно вот такими действиями, да, как сейчас происходит. Вот они ходят по одному, вдвоем, тут вот, ну, хорошо, окей, рубик украл мне слэш, окей, окей. Теперь рубика украли. И второй рошан. Количество дэмэджа как бы самого по себе намекает о том, что Джаггернаут уже совершенно пофиг. Вот здесь Крис Одотта конечно присутствует, прилетели на релокейте, Т2 сломали. Ой, тут еще и ДДшка если ее сейчас Джаггернаут заберет, а он ее заберет с Аегисом, с БКБ, да, можно идти просто ломать полностью вторую сторону вообще ничего не боясь. Вот прям сейчас идти и ломать, но для этого надо крипов сюда привезти. Шторм конечно поработал на славу. Тут ничего не скажешь. Почему бисмастер хотя бы не попытался накричать, вот куда-то пойти поискать, понятно, Вижен заканчивался вот здесь, а Шторм стоял вот здесь, но хотя бы подошел бы попытался поискать, накричать. И сейчас бы убили бы Шторма еще. Тинни тем временем с Яшей на Творце опять же посмотрите, равный, равный, но посмотрите на эти артефакты и посмотрите на вот эти артефакты. Как ни крути, вот это полезнее и выглядит агрессивнее, чем артефакт у Тинни. Все согласны, я думаю. Да, вот он, выход. Вот он, выход, правда, с задержкой небольшой, там отпушили, вот он Хилинг Вард. Ну, просто можно поражать с первого Блейд Фюри, потом поражать БКБ. Точнее, с первого, нет, с первого пропадет Аегис, потом Блейд Фюри, потом БКБ. Ну, то есть, я не знаю, как его сейчас тут будут убивать, он просто сносит, просто сносит под Эмпауэром, да, вот пытается ворваться, неплохо, кстати, очень неплохо сейчас сыграли, Аегис били, демеджа, ой, как много сейчас влетело, и в Блейд Фюри он пытается уйти, да, он пытается уйти, но здесь Багемона должен догонять, БКБ, 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 и нужно бежать, нужно бежать, будет пытаться его, конечно, догонять, но на развороте он мне слэш, и вот отдали еще и Рубика, там тем временем смотрите, что происходит, просто грязная дота, да, умеют так некоторые команды играть, вот это к вопросу о том, что я вчера имел ввиду, когда говорил, что вот Тинни обычно пикают для того, чтобы вот так летать, Тинни еще и улетел, серьезно, да, он улетел оттуда, но это просто забей, вот сейчас Чапы очень сильно прошлябили, очень сильно прошлябили, потому что теперь, теперь можно покупать какие-то там травела, допустим, Тинни, и играть в такую крысу доту, в которую просто, ну, можно спокойно брать и выигрывать, вот просто спокойно взять, полететь и выиграть, там какие-то кристаллисы себе докупят, у него уже манта есть, ну, не совсем правильные действия, причем-то бараки, заметьте, стоят, вот, бараки-то стоят, как-то очень быстро драка вот здесь произошла, даже не успел я буквально оглянуться и посмотрите, какая качель, прям ведро, ведро вот здесь вырисовывалось, по опыту, чуть-чуть там опять камбэкнули Чапы, и вот сейчас уже почти к нулю стремится график, ну, а по золоту здесь вот такая вот падение, падение наблюдается до пятерки, это падение будет увеличиваться, если сейчас не начать каких-то грамотных действий против Тини, ну, решил Керасу себе купить, чтобы Тавр просто вообще не ощутить, за две тычки сломать, а так оно в принципе и будет с Тинником, проблема, конечно, вот в этих двух Таврах, необходимо как-то команде сломать их, вот показывает просто план Капкан Саша Акаша говорит, вот нужно вот идти просто вот здесь все ломать, ну, по крайней мере, он правильно говорит про бараки, вот этот и вот этот барак нужно обязательно снести, чтобы полностью закрепить преимущество на вот этих двух линиях, чтобы они пушились только в эту сторону, то есть в сторону врагов, шторма пытались здесь зацепить, у него, кстати, гем с линкой, неплохие артефакты для такой минуты, в принципе, вот я вам покажу все артефакты, которые есть, тут уже бабочка, тут гримеров кейпс даггером, тут БКБ, Форстат даггер, третий Некрачи, ну вот, Никарил очень меня расстроил, если честно, плоховасто он сыграл здесь, ну а здесь какие есть артефакты, ну, бисмастер, 288 у него, на боте Тавр упал, вот, вот, вот такой шторм должен пытаться что-то делать, влетает он на Норта, Крис влетает, пытается всячески тянуть время, но куда прилетел, кинь? В Статик Шторм, ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй, это провал, это провал, бай ба гается с Дести ней, это провал, они полетели, полетели драться, прилетели, да, они пошли вот здесь за сплити Литве Т2 Вышку, вроде бы все правильно сделали, но потом влетели просто в статик шторм. Но, блин, это очень глупо было с их стороны. Чапа сейчас играет более сейвого, потому что за вчерашних ошибок они там проиграли матчик. Поэтому нужно им более сейвого сегодня играть, и они это прекрасно понимают. И стараются не допускать лишних ошибок. Вот из Раптора Даггера теперь вообще все будет очень печально для команды Станка, потому что уйти опять же будет очень тяжело. Всегда с Даггера прыгнет вот этот дядька и всегда может глимсануть или вообще закрыть кинетик филдерса, статик штормом. Забывать об этом, конечно, никогда не нужно. Ну вот Аваленш просто вот сюда насыпал, чекнул, проверил. Страшно, страшно ему было здесь. Ну и предлагают вот Саша Акаша пойти по боту, а я не совсем согласен. Я бы, наверное, все-таки здесь бы оставил одного человечка, например, бисмастера, который пока что бесполезен полностью отдефовать, а сам бы пошел бы по топу и сломал бы вот тут линию полностью. Ну, не знаю. Ладно, посмотрим, как они будут делать. Если они сейчас Тинни второй раз поймают, вот мантулу так юзать, это не совсем хорошая идея. Тинни зря это сделал. Да, Тинни абсолютно зря это сделал. И Тинни сейчас терпит фиаско. Нет, его успевает увезти, благо его. Висп успевает увезти. Прекрасно понимает Висп, что если бы не он, то совсем все было бы плохо, но Висп вот тут заныкался, правильную позицию выбрал и успел своего кэри увезти. Посмотрите, они оставляют Никорилу, да, вот потому что у Никорилу все совсем плохо. 3.8.11. Вот давайте статистику по убийствам посмотрим и по смертям. 1.9.7, но это Висп 1.8.7, но опять же, да, вот у Клокверка тоже совсем все печально. 3.8.11. Никорилу 2.2.9 у Магнуса маловато, но хоть что-то он делает. Ну, посмотрите, мид там упал, здесь в трон предлагает идти Саша Акаша. Даже барак не стали трогать, но в принципе верное решение. Туше! Туше! Вот он Магнус под БКБ. РПшечка хорошая, Сашу отхилили. Омни слэш. Погибает здесь у нас в очередной раз Тинни, но это ГГ. И первая победа сегодня для команды Чапа. Здесь уже вряд ли что-то получится сделать. Байбэков нет ни у Шторма, ни у Тинни. Дефать нечем. Но хотя, смотрите, Шторм доминейтед и прогоняют они отсюда. Посмотрите, я уже совсем похоронил, а здесь доминейтед тем временем Шторм и 13 зарядов у него в Блудстоуне спасает. Сейчас просто ситуацию на карте очень сильно спасает. Конечно, вот Грусть, Печаль вот тут и вот тут. То, что можно просто зайти с любой стороны, что с этой, что с этой, и просто сломать вот здесь Тауэр. Здесь, смотрите, стороны нету. Тут побито очень сильно Т2. И в принципе, могут даже пойти вот в следующий раз тоже в трон. Но тут уже игра в трон будет просто идти. Либо от Станги, либо от Чапы. И тут вариантов развития событий очень много. По Натворцу, кстати, Шторм выравнивается. Давайте по графикам посмотрим. Опять Качель, но на этот раз в сторону команды Чапы. И опять вот Станга камбэкаю там на миллиметрике. Ну и по золоту Качель в сторону Чапы. И вот график на ваших глазах обновился. Качель в сторону Станги. Но преимущество понятное дело, что по ХП, что по золоту сохраняется за Чапами, потому что ну, сами видите, счет никогда не может обманывать. Вот они. Травелаут Джиггернаута. Огромнейший мувспид. Эмпавр постоянно ПКД. Плюс бабочку еще прожимал. Тут молм. Ну, в общем, все у него достаточно неплохо. И еще какой-то артефактик ему сейчас прилетит. Это будет Мьолнир. Вот под Мьолниром он будет еще и щит на себя вешать и чувствовать более уверенно. Ну, смотрите, что делается просто на карте сейчас, пока там Джиггернаут расправляется с Рошаном. Здесь просто сплит ушат. И там Unstoppable. Там Unstoppable просто у нас товарищ Шторм, который просто делает грязь. И... Посмотрите, падает третья сторона. Да. Падает третья сторона. Не стали жадничать. Харри погибает. Вот он ОРП по двоим. Байбэк-то есть у Тинни. Байбэк-то у Тинни нету. Вот в чем проблема. Ну, Шторм, конечно, тащит катку. Это 15 зарядов. Хекс. Ну, ему тут вообще ничего сделать не могут. Он может просто Блудстоун прожать и ментально воскреснуть. И два барака остается до мега-крипов. Два барака остается до мега-крипов. Драки уже никакого смысла, если честно, не имеют. Общая ценность на Творца тоже никакой ценности в принципе не имеют эта информация. Главное, что сейчас будет происходить на карте. Смогут ли без Тинни еще 30 секунд Деф и Трон? Вот в чем проблема. Но Рубик здесь приплыл, это понятно. Нет. Байбэк Рубика сразу. Где Шторм? Шторм влетает просто, ну... Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ну, что же такое? Ну, какая просто в лиду гейминг просто. Саша Акаша стоит и рейд-крикает на Трон. Он понимает, что могут они сейчас проиграть игру. Это не лучшее начало. Прожимает БКБ. Трон рассыпается просто на глазах у команды Санга, и ничего они сделать пока не могут. Крутится в Блейдфюри. Меньше дамага проходит по Трону. Нужно что-то делать с Джаггернаутом. Убивают его, выбивает Айегис. Вот он Тинни. Вот он Тинни. Летит просто. Посмотрите, здесь Трон горит. Трон у команды Чапа. И ливает. Ливает Магнус. Да. Просто валидол гейминг. Что у команды Санга, что у Чапа. Но я, как и сказал, это будет игра в Трон. Кто первый сломает, тот и выиграет. Да, друзья. Ну, а сейчас небольшая музыкальная пауза, и мы вернемся на второй матч минут через 10-15. Никуда не уходите. Спасибо. 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 Спасибо.